Глава Вин, Артем Алексеевич, Санкт-Петербург, 350-й стрелковый полк, полевая почта, части 11076, рота разведки, командир отделения сержантов. Я работал в энергетике, в начале участка по ремонту парогазотурбинного оборудования. Была мобилизация, ко мне домой пришли сотрудники военкомата и полиции, дали повестку расписаться. Это было 23 октября, 24 октября я пошел с бронем, так как в энергетике работаю, мне сказали, что это все 3 кг, а сейчас брони делаются по-другому. И в итоге мобилизовали 25 октября. Делается она как лицензия через генштаб, процесс совсем другой и не быстрый. А до этого на листке А4 на бумаге было описано, что такое-то такое, мне нужно предприятию, и не подлежит мобилизация. Сказали, неделю назад все поменялось. Я еще, когда первый отпуск был, я хотел слиться, но там сроки большие были вообще. Потому что я понял, что здесь не нужна эта война. Когда я пошел в армию, согласно военного билета моего, когда я присягу давал, о том, что если государство дает повестку на войну, то, соответственно, это обязан идти. Говорили, что будут работать профессионалы, контрактники, а вы как мобилизованные, просто охрана-борона. Там уровень был другой, о том, что надо будет просто на границе охранять, стоять и все, а не то, что идти кого-то убивать. Гост там, мост, допустим, условно, у меня склады какие-то. А по факту поставили в терроборон у нас, год простояли, а вот сейчас в ноябре месяц отправили штурмовать Синьковку. Выполняя задачи на позициях в Синьковке нам надо было продержаться 3-4 дня. Командование нам не давало ни еды, ни воды, ни быка не снабжало. Говорило только о том, что сохранятся, сохранятся. Потом вообще связь у нас пропала. Полный слив происходил. И на шестой день, на шестой день на этих позициях, нас штурманного ВСУ вместе с танком. Нам сказали, сдавайтесь, будете жить, мы сдались. Я увидел, что здесь обычные нормальные люди, которые бы пришли на чужую территорию. Я имею в виду про Крэнс. Что здесь фашистов, нацистов нет. То, о чем говорили, и наемников тоже не имеют. С отпуском проблемы. Я вот первый отпуск был, а сейчас уже пошел 9 месяц, когда я в отпуске не был. Ничего не сделаешь. Те просто говорят о том, что отпуска закрыты, и все, ждите. А потом отправляюсь в Синьковку. Тут надо ехать в прокуратуру, писать, а кто тебя выпустил. Вызывают в военную полицию и отправляют в ЗАТА. Ну, ЗЭТ, ЗЭТ. Ну, не то, что такая штрафбат, это штурмовые отряды, это не единицы штурмовых отрядов. Которые, ну, кидают, поставят. Но по рации в эфире, когда все происходило, и в момент захода, в основном 200 были. Живу лично и видел 12, ну, за 8 часов. Ну, у нас остаток вот 50 человек. А изначально, ну, я-то в пехоте начинал, с момента мобилизации. Ну, вот, сколько там, 100 человек у них кто-то было, но осталось 50. И сейчас уже там вот, там, толком ничего осталось. Ну, я бы не сказал о том, что, ну, нужен мир. Надо заканчивать с этой войной, а ни к чему. Пацаны просто умирают, непонятно за что. Ну, вот, и прежде чем при таком скотском отношении. Ну, вот, допустим, как на Саняковке кинули, просто и все. И забыли про нас в эфире, там, командиротки хихихаха. Говорим. Вот. Подколы стоят на, там, держитесь, сохраняйтесь. Там танк по нам лупит в упор. Хоть держитесь, сохраняйтесь. Никакой поддержки, ни артиллерии, ни еще там каких-то отрядов, допустим. Вот. Мы запрашивали, чтобы нам откатиться уже, все. То есть, ну, столько потерь. Какой смысл? Ну, на стол же убьют в итоге. Нет, сохраняйтесь. Без еды, без воды. Я, допустим, пил воду. То, что дождь шел, капало по блиндажу с бревен. Вот, пил так воду. Когда снег пропадал, снег едет.